здесь остановка 350 автобуса который едет на она находится около star bass кофе на станции не report и недалеко от торвых эльнов а Сейчас мы едем через такие, скажем так, спальные районы. Булашиный рынок, и сейчас мы проезжаем по деревне, которая называется Сто Магли Бюл, это тоже старинная такая деревенька, здесь у нас церковь, желтые домики, 2 сентября такие желтые деревья. Стоит. Стоит. Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Я сейчас нахожусь в городке, который называется Драу-Юа. Это старинный датский городок, который когда-то был заселён голландцами. Предлагаю по нём прогуляться. Он находится в окружении полей лесовый рек, в смысле не рек, а моря. К морю мы ещё пойдём, а сейчас я вам хочу показать эти старинные улицы. Здесь есть старинная часть города, и вы посмотрите, какие здесь улички. Какие они фотоиничные. Конечно же, цветут мальвы вокруг. Я, честно сказать, не знаю, как называются мальвы по-русски. Наверное, мальвы так и называются мальвы. В общем, вот эти вот цветочки называются мальвы. Давайте пройдём, прогуляемся. Вы только посмотрите, все домики старинные, а там ещё даже и подсолнухи. Ну что, заглянем в этот дом? Гляньте. Вау. Вы только посмотрите, какие здесь таблички. Ингелисы и Эрик Омэ. Хорошо они здесь устроились, вы со мной за вас. Гляньте, как классно. Здесь у нас брусчаткой все улицы выстелены штаб. Что имейте в виду, на каблуках сильно не погуляешь. Смотрите, какие здесь таблички. Боген Мэнс Геде. И сейчас пойдём гулять по старинной части города. Но здесь она, скажем так, везде старинная. Гляньте, как красиво. Сейчас будем все вместе восхищаться красотой старинного городка. Должна признаться, у меня нет какого-то определённого маршрута. Буду просто здесь так гулять. Здесь я гуляю, как видите, не одна. Туристов много. И по какому маршруту гулять, вы выбираете себе сами. Так вот всё фотогенично и красиво. Ну и конечно же по датской традиции стоит велосипед. Прикольно позаглядывать в окна. На окнах такие вот красивые статуэтки. Здесь есть ресторан. Я всегда стараюсь делать так, чтобы видео были короткие. А они у Светланки получаются всегда очень длинные. Я сейчас буду гулять по улицам так, чтобы выйти поближе к морю. Гляньте, какие классные домики. Вау! Как всё фотогенично и красиво. Если приедете в Данию, обязательно съездите в Твауэо. Здесь можно сделать классную фотосессию. Вот такой вот очаровательный городочек. Смотрите, не влюбоваться и любоваться. Здесь каждый дом фотогеничен. И посмотрите, здесь вот такая вот стоит колонка. Если вам вдруг нужна вода, не знаю, работает она или нет. И, конечно же, беззаботные датские дети. Вот такие вот приятливые люди здесь живут. Они здороваются со всеми прохожими. Жить в такой красоте, конечно, будешь всегда в хорошем настроении. Гляньте, гриль у кого-то стоит. Домики старые. Постоянно подлежат ремонту. Я думаю, вы посмотрите, здесь ещё какая водокачка. Ну что, думаю, будем двинуться по направлению. Как же здесь уютно. Как же здесь уютно. Я надеюсь, мой стабилизатор ведёт себя хорошо. Потому что, как вы заметили, на видео, которое на пляже Ама, он мне запорол начало видео. Решила уже идти в море, но по такой очаровательной улице не пройтись не могу. Стараюсь не вылядывать. Идём в окна, но это тяжело. Ой, здесь снесли какой-то домик и построят, наверное, какой-то новый. Думаю, в таком же стиле он должен был быть. Вот так вот ива лакучая стоит. Цветут ещё розочки. Интересно, розочки пахнут или просто красиво. Давайте посмотрим. Розочки реально пахнут. Розочка шикарная. И ещё одна. Здесь у кого-то коляска даже стоит. Гляньте, как красиво. Вау, там единорог. Здесь на каждом шагу восхищаешься. Я здесь уже проходила только по той улице. Я здесь уже проходила только по той улице. А здесь просто прядня. Вэвэ Болэн. Вэвэ это прясть, а Болэн это как бы лавка. И вы просто посмотрите. И даже у них, смотрите наверху, овечка. Табличка, которая просит о том, чтобы вы собирали после своих собачек. Вэвэ. Наверное, для фотосессий. Здесь прекрасно всё. Даже посмотрите, какие чудесные занавески на окнах. Не удивлюсь, даже если они ручной работают. Здесь у нас курочка. А вот какая красота. Уточка. И цветочек. Уточка. Здесь дом оплетён. Прям до крыши. Думаю, я здесь пробуду вплоть до восьми часов вечера. Уходить отсюда не хочется. Вау, этот домик. Он продаётся. Так что, если у вас есть деньги, я думаю, такой домик вообще в Дании, такие вот старенькие дома, стоят как самолёт. Так что, если у вас есть желание, можете этот домик себе прикупить. Но нет, это тот, который я вам только что показала. Посмотрите просто на это окошко, какие здесь сидят собачки. И за всей этой красотой находится море. Я уже вышла на набережную. Ну, почти. Осталось немножко. Ну что ж, переходим на другую сторону. И здесь у нас стоит шатёр цирка. Цирк-арена. И здесь у нас находится море. Сейчас посмотрим, где здесь у нас набережная, где можно выпить кофе. Не буду вам показывать себя, буду вам показывать городок. В цирке идёт представление. Слышно аж сюда. Вот там вот находится Цхауио форт. Туда я тоже хочу сходить прогуляться. Если приедете на машине, то здесь вот парковка автомобилей. Цирк здесь не всегда. Только тогда, когда он приезжает с гастролями. Или что там у цирков бывает. И... Вот отсюда уже открывается вид на мост на Швецию. Вы же смотрели сериал «Мост». Если вы на Тесле или на другом электромобиле, то здесь можете подзарядиться. Вот подзаряжают BMW. Здесь можно выбросить свои бутылки в стеклотару. Видите, для стекла. Есть карта. А здесь пасутся коняшки. Здесь даже есть площадка. И тропинка, которая ведет к шикарному месту, откуда можно сфотографировать мост. И вот наконец-то включили солнце. Там у нас, где желтые домики, там остался городок Цхауио. А сейчас я подошла уже близко к воде. Кто-то уже сушит свои лодки. Ну и здесь вот у набережной есть вот такие деревянные настилы. Как обычно в Скандинавии. Видите, здесь вот у нас шиповник. Можете насобирать себе. Вдруг вам надо. И вот по такому настилу, по такому мостику можно пройтись посмотреть на мост, который соединяет Данию и Швецию. Вдруг. 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 Вы только посмотрите на это небо. Вы только посмотрите на это небо. Просто бегает норка между камней. Я даже не знаю, ручная она или нет, но она меня как-то абсолютно не боится. Иди сюда. Вообще-то я их боюсь. И вообще, если честно, даже не знаю, что это за зверек. Ой, как она близко подошла. Она сейчас где-нибудь вырнет из-под камня, а я здесь одна. Похоже вроде бы на норку. Привет. Привет. Блин, она в 20 сантиметрах от меня. А ну быстро расскажите мне, норки кусаются, нет? Ну, надеюсь, она меня не съест. В общем, во всяком случае, я, наверное, раз в 100 больше нее. Блин, она так близко подошла от меня. Смотрите, вот здесь мое платье, мои ноги, там норка. Ушла. Не хочется со мной общаться больше. Не знаю, вам видно или нет, но вот там вот между камней бегает норка до сих пор. Конечно, норка это не енот, но тоже прикольная. Она пошла ко мне очень-очень близко, так что мне даже было страшно. И что самое интересное, она идет просто на контакт. Может быть, она ручная ее выкинули, как вы думаете? Видите, вон она сидит, маленькая такая. Она shit его выкупает в виде, но это никак. Дупровокие не бывают.